Продолжение следует... Вы слышите? Кандидат психологических наук. Значит, мы сегодня будем говорить с вами о психологии. С удовольствием. В том числе. Анна, первый вопрос. Джудо – это трудно или легко? Тут тяжело сказать. Джудо – это вообще образ жизни уже. Мы, когда маленькие, приходим в зал, еще не знаем, что нас ждет. Первым делом, самое главное – это какой попадется тренер. Мне повезло. У меня был заслуженный тренер России под войсками Михаила Степановича. Очень хороший тренер, грамотный, детей любил, умело замотивировать. И очень... Будущая карьера зависит от того, какую идеологию тренер вносит молодому спортсмену. Самое первое, что в спорте, когда мы приходим, – это уважение к старшим, уважение к своему сопернику. Соблюдение всех традиций, ритуалов. И в процессе очень заинтересовывает сама борьба, техника. И приготовить вес 57 килограмм. Не знаю, в будущем это уже образ жизни даже, наверное, так сказать. То есть, подводя такой ток, дзюдо, вот лично для вас, это не было сложно? Это было в кайф. Мне нравилось ходить на тренировки. Я никогда их не пропускала. В выходные и праздники было все равно. Главное – тренировки, соревнования. Уже свой дружеский коллектив появляется, с кем ты дружишь, с кем соперничаешь. У кого-то лучшие результаты появляются, ты стремишься к этим результатам, потом еще выше, выше. И кому-то, может быть, это трудно. Мне это было очень интересно, и дзюдо заставило влюбить себя с первой тренировки. Про меня лежало больше. Вы сказали про мотивацию, да? И вот в ваших словах сказали, что ваш первый тренер, он как-то готовится. Давал вот эту мотивацию, да, к занятиям. А вообще, как вы думаете, мотивация, она должна быть навязана? Она из вне или она должна исходить изнутри человека? Ну вот, если исходить из теории мотивации, то есть внешняя и внутренняя. И уже давно доказано, что внутренняя мотивация, то, что внутри тебя, что спортсмен хочет, она больше приносит пользу, чем внешняя. Внешняя – это материальные стимулы, основная. И на материальных стимулах многие раньше завязывают, потому что кому-то они наоборот стреляют. А внутренняя – это то, что ты внутри как хочешь, как ты это видишь, там, физическое совершенствование, личные достижения, которые вот в себя внутри доходят. Хотя, на самом деле, должна быть присутствовать и внешняя, и внутренняя. Но для меня внутренняя, она была важнее, чем внешняя. Вы, значит, получается, выбрали дзюдо, исходя из внутренней мотивации. Как это произошло вообще? Как так получилось, что вы оказались в дзюдо? Ну, мы, давайте так, понимаем, что и самбо есть в вашей жизни. Но вообще, как так появилось, что вы вдруг девушка? Ну, тогда еще девочка, наверное, да? Да, еще не было 10 лет. Да, как вот оказалось, что в таком, в принципе, не совсем, ну, наверное, в девчачьем направлении? Я всегда, у меня брат был на год старше меня, мы всегда росли вместе. Ну, и всегда как во дворе вместе гуляли, друзья общие были. И у меня всегда такой мальчишечный коллектив был. И мы всегда там любили подраться, побороться. И, наверное, больше вот именно то, что меня больше привлекала, именно сама борьба. Чтобы можно было защитить себя, там, хотелось быть лучше мальчиком. Там, если мы боремся, то я не понимала, как можно там проиграть мальчику. Мне всегда хотелось быть самой сильной, самой обновкой, самой быстрой. И, как бы, выбирая из всех видов спорта, у меня там родители пытались фигурное катание отдать, там, плавание. А три месяца этого хватало, и я не видела там интереса. Мне не очень было интересно. Мне именно хотелось заниматься единоборствами. На тот момент мне было все равно, какой вид единоборств будет там. Просто получилось, что рядом с домом открыли клуб «Лидер», вот, куда пришел тренировать мой тренер Михаил Степанович. И мы просто, у нас три класса, сразу же пошли тренироваться. И в течение года у нас осталось, ну, на следующий год перешли только я, мой брат и одноклассник еще остальные. Все разошлись, им было неинтересно, потому что надо, ну, тяжело еще многим совмещать учебу, тренировки. И тут это надо именно полюбить этот вид спорта, чтобы захотеть остаться. И, не знаю, я не видела в другом смысле, я хорошо и училась, и никогда не пропускала тренировки. Для меня, не знаю, тяжело сказать, потому что это прямо внутреннее ощущение, такое состояние. Вы участница Олимпийских игр, Олимпиада, что вот это для вас? Это было жизненным испытанием, если честно. Сначала был тяжелый отбор на Олимпиаду, который я прошла, там были рейтинговые турниры, надо было набрать рейтинг, я его успешно набрала, потом началась подготовка. Я была очень хорошо готова, чувствовала соперников, мы всех разобрали, с кем можем бороться. Все, осталось только приехать и выиграть. И я в такой наилучшей форме была, чтобы, в принципе, в тройку попасть. Меня даже никто не сомневался, что я буду в призерах, потому что как раз на тот момент я в мировом рейтинге была на третьем месте. И приехав туда, и как каждый спортсмен никогда не ожидает, наступает психологическая составляющая. Я в тот момент заканчивала четвертый курс факультета психологии и думала, что, чтобы я не смогла справиться там со своим психическим состоянием, я даже это не рассматривала. Всегда была психически устойчива, всегда, ну, часто находилась в оптимальном боевом состоянии на соревнованиях. Думала, что перегореть для меня это невозможно. Ну, приезжая на Олимпиаду, ты испытываешь большую ответственность к этому старту, что там за тебя вся страна, не только ты сам и тренер, а твоя страна вся за тобой стоит. Ты ходишь выиграть, приезжаешь на Олимпиаду, там все как праздник, все организовано. И в первый же день я начала испытывать как раз состояние лихорадки. Начала переживать, нервничать, понимая, что это состояние мне помешает. Это чересчур перевозбуждением как раз, ну, пошла в зал, за день соревнований посмотрела, смогла себя успокоить, ввести в нормальное, оптимальное состояние, в спокойствие. И в итоге я не заметила, как перешла как раз в состояние апатии, когда тебе уже ничего не хочется, ты в угнетенном, ну, в заниженном состоянии таком находишься, когда ты не можешь разбудиться. Думаю, ну ладно, ко времени старта я, наверное, возбужусь. И получилось, я как оказалась в этом состоянии апатии, и в таком же вышла, выступила плохо. И потом вот как раз поняла, что все-таки психологическая составляющая, как бы ты не думал, что психология это не так важно, она на самом деле очень важна. И потом как раз после Олимпиады очень тяжело это переживала. И как раз заканчивала, ну, у меня последний год института оставалось, там долгов много, и за счет учебы, наверное, вышла из этого состояния. Но очень было тяжело. Ну, вот вы сейчас можете дать оценку, может быть, и тяжело, вот так вот получилось, что вы решили сами справиться с психологическим состоянием. Я не знаю, пользовались ли вы психологом штатным, или не было такого психолога. Вообще, насколько важен психолог в штате команды, или при работе вот со спортсменом, который, ну, понятно, мы не говорим о детском спорте, там, в принципе, все это игра, еще и совсем далеко до таких больших стремальных перегрузок в составе уже такого большого спорта. Насколько важен психолог? На самом деле, каждой команде нужен психолог. Это такой психолог, который разбирается в самом виде спорта. Чаще всего лучше, чтобы психолог был, который не только разбирается в спорте и изучил психологию, но чтобы он хотя бы, ну, как это правильно сказать, прошел те же испытания, что спортсмен. А, то есть вы имеете в виду, чтобы он был из дзюдо, или вообще из соревновательной деятельности? Из спортивной деятельности, потому что почему мы, спортсмены, часто не воспринимаем психологов? Потому что мы находимся, там, 300 дней в году на сборах, у нас постоянные соревнования, у нас постоянная подготовка. А психолога привозят, он посмотрит, что-то там замерит и уедет. Ни рекомендации, ничего вообще нам никогда не давалось. Там пытались, там, КНГ группа приезжала, с ними всегда был психолог. Меня всегда отправляли поговорить с психологом, вернее, узнать, ну, какой психолог. Так как я училась на психолога, мне все сразу, Аня, иди, узнаю, что за психолог. В итоге беседа психолога всегда приходила к тому, что просто диагностируют, и результатов этих нет. А на самом деле надо, чтобы психолог был всегда в команде, чтобы его спортсмены не уважали. Не обязательно, там, если он не спортивный, с одной стороны, но к нему должно быть спортсмены, чтобы доверяли. Так как к тренеру. Плюс еще не всегда тренеры доверяют психологу. Психолог есть, а тренер говорит, я сам хороший психолог. Например, приезжаем на соревнования, вот, Олимпийские игры, психолога тоже нету. Только недавно узнала, вот мы в 15-м году были Европейские игры в банку. На всю сборную России был один психолог. Жанна, не помню фамилию, нет, но Жанна зовут, фамилию не помню, она психолог ФМБ у нас. И мы как раз приходим, там весы стояли, я смотрю кабинет психолога, я такая стою, еще говорю, о, у нас еще оказывается психолог. И женщина такая стоит, такая, да, вы что-то хотели? Я такая, вы психолог? Она такая, да. И у меня всегда было там три ключевых вопроса, там, какие методы используете, что вы с этим делаете, ну, чтобы узнать, вообще, квалифицированный ли психолог. И в тот момент я была поражена, что, оказывается, она грамотный специалист, она ответила на все мои вопросы, что психолог есть. Вы представляете, на всю сборную России один психолог. Вот, она не может за всеми уследить, она не может там всем помочь. Уже кто-то, и не каждый спортсмен решит пойти туда, потому что все сразу, у всех ассоциации, что, а, психолог, я же не псих, а псих и психология, это вообще две разные вещи. Психиатрия и психология, это разные вещи, да? Да, это очень большая разница. Так, я напомню, что Анна Харитонова доктор... Кандидат. Ой, кандидат психологических наук, но не психиатрических. Правильно? Правильно. Вот, и получается, что сейчас немножко смысле сбили. Ну, вы проверяли, проверяли на профпригодность психологов сборной. Вот, и в данной ситуации, вот после, когда я готовилась к защите кандидатской, а познакомилась с Уляевой Лирой Гаязовной, она, ну, кандидат психологических наук, сейчас готовится к защите докторской, она президент ассоциации спортивных психологов, оказывается, у нас в России, как несколько лет уже, есть ассоциация спортивных психологов, которые как раз создали эту ассоциацию, чтобы взаимодействовать с федерациями, с спортивными командами. Там на данный момент, по-моему, 150 человек, вот я тоже в ассоциации стою, там проходит постоянное повышение квалификации, всякие мастер-классы, чтобы усовершенствовать себя. И плюс идет взаимодействие, например, какая-нибудь сборная, там, у нас еще такого не было в нашей команде, ну, например, сборная по дзюдо решит, что, да, команде нужен психолог. Они созваниваются или кидают клич, там, такой-то команде дзюдо нужен психолог. Уже подбирают, например, кто хорошо разбирается в этой специфике спорта и могут предложить вот психолог, и психолог может ездить с командой, диагностировать. Вот сейчас, например, в Перми, в Пермском крае, также из ассоциации спортивных психологов есть Миков Дмитрий Рудольфович, он работает с амбистами. Он вице-президент этой ассоциации спортивных психологов, его как-то как раз сборная по самбо пригласила провести семинары по психологии всех спортсменов. И вот собрали детскую и юниорскую взрослую сборную, и в течение дня нам рассказывали принципы психологии в спорте, как справляться. И также вот я наблюдала, сидела как раз со зрителями, со спортсменами, наблюдала ситуацию, когда сидят взрослые спортсмены, относящиеся скептически к психологии спорта, что эта фигня фигню говорит. И молодые спортсмены, которые понимают, что все-таки у них бывают проблемы, они слушают все, им интересно. И то же самое, например, присутствовали, там говорят, у нас все-таки самбо-70 это великая школа, наверное. Сидели тренеры из самбо-70, которые потом, то, что нам показывали на других соревнованиях, я наблюдала, как тренеры пытаются проверить состояние своих спортсменов к боевой готовности, как они настроены. В общем, одни воспринимают психологию, а другие не воспринимают. У нас просто нет, наверное, системы, в культуре у нас нет, чтобы доверять психологам. У нас, так говорю, все считают, что если ты обратился к психологу, то ты обязательно болен. Психология работает именно со здоровой личностью, имеющей проблемы в определенной области. Ну и вообще, как бы, задача-то в основном любого врача, по большому счету, это предотвратить, чем допустить проблему. Это тоже, но чаще всего в спорте все хотят не переживать и не волноваться, настроиться на победу. Так что чаще всего, наверное, работают с психическими состояниями. Ну, например, там моя диссертация, она была именно по личному потенциалу спортсмена, как детерминатор профессионального мастерства. И личный потенциал – это тоже то, над чем у нас пробел в нашей психологии. Казалось, я писала диссертацию в 8 лет, и за момент написания, когда начала, был пробел большой в этом разделе спортивной психологии, и когда уже завершила через 8 лет диссертацию, оказалось, ничего не изменилось. Также это проблема. А за 15 лет после этого? Ну, я защитила в 2021 году, так что это 3 года. Да, за 3 года что-то изменилось. Вообще, хорошо, но сейчас немножко вот, знаете, вы были спортсменкой, потом стали психологом. Ну, тренером, если вот так вот. И совмещаю тренерской психологической деятельности. Ну, и вообще, и психолог не просто психолог, а еще и есть ученая степень. И вы сказали, что многим командам, в принципе, необходимо иметь психолога, который понимает, о чем речь идет. Вас привлекают в состав сборных команд? Ну, ко мне пытаются, ну, обратиться там, чтобы помочь. Я категорически сейчас отказываюсь. Ну, я только работаю со своими спортсменами. И то больше с настроем на соревнования, на тренировках. Потому что после защиты, это на самом деле было второе, наверное, в моей жизни такое испытание. Это защита диссертации, это очень тоже сильное эмоциональное переживание. Я очень сильно там похудела, не спала, не ела, готовилась к защите. А потом, когда к защите готовишься, ты думаешь, все, к психологии я больше отношений иметь не буду, нафиг, нафиг, нафиг. В итоге происходит защита, ты понимаешь потом, что у тебя пустота какая-то. Очень тебе нравится этим заниматься. И в данной ситуации я совмещаю вот тренировскую деятельность свою и психологию, ну, именно научную. Но я отказываюсь от индивидуальной работы со спортсменами. Я больше сейчас занимаюсь разработками. Ну, мне очень нравится мат-статистика. Это как раз раздел науки, который кто-то теоретической частью там и практически занимается. Я именно эмпирической. Собираю данные и потом их обрабатываю. И сейчас, вот я прошлый год весь потратила на разработку опросника «Личностный потенциал спортсменам». Это как раз, чтобы за 28 вопросов мы смогли оценить потенциал спортсмена, выявить, какие у него там пять компонентов личностного потенциала, какой все-таки превалирует, к чему надо привести. Вот, и собирая данные, приходилось очень... Ну, я находилась на сборах, считаю, тренировочный процесс идет. И вылавливая спортсменов, чтобы все прошли опросники эти, которые спортсмены не любят очень отвечать на кучу вопросов. А чтобы составить свой опросник, вот это 28 вопросов, мне надо было предоставить спортсменам 300 вопросов. Это много валитизированных опросников, которые валитизированы, стандартизированы, признаны лучшими, чтобы выявить все компоненты. Там 300 вопросов. И я понимаю, что у спортсменов времени же мало. Для этого и была идея разработать маленький опросник, который заменит вот эти 300 вопросов. И вот в течение года я собирала данные, также взаимодействие с другими тренерами сборных, чтобы захватить большое количество видов спорта, не только дзюдо и самбо, чтобы это был опросник для всех спортсменов. И получается, ну, валитизирован сам опросник на дзюдо и самбо команде. Это, наверное, я считаю, что это первый, наверное, опросник по психологии, который разработан на выборке дзюдо и самбо. Так что сейчас он прошел, в общем, опросник прошел рецензирование в журнал «Психология», «Высшая школа экономики», один, ну, скоповский журнал. И в первом номере 2024 года как раз будет уже выпущен этот опросник уже официально. На него можно будет, по нему можно будет проводить опрос спортсменов, смотреть, какие компоненты у него выше, какие ниже и над чем работать. И уже сейчас после него просто уже работа эти есть, но мы пока опросник не выйдет, мы не можем запустить остальные разработки к этому опроснику. Например, вот была спартакиада сильнейших, ну, чтобы было вот единое соревнование, где все спортсмены участвуют. И мы провели регрессионное моделирование по моему опроснику. Вот пять компонентов личностного потенциала, самый общий показатель. И результат соревнований на спартакиада сильнейших. И у меня получилось шесть видов спорта. Это дзюдо, самбо, бокс, стрельба, легкая атлетика и фехтование. Вот на шести видов спорта мы с помощью регрессионного моделирования как раз выявили, какие компоненты личностного потенциала больше влияют на то, чтобы спортсмен добился результата. Анна, я предлагаю сделать сейчас небольшую паузу в научных терминах. И вот я тут смотрю, некоторые люди пишут в комментариях. Давайте посмотрим, что они, мне кажется, они вопросы какие-то вам задают. Итак, Анна, добрый день. Спасибо вам, что говорите, что нужно на тренировки ходить с удовольствием. Мои дети сидят, слушают вас с интересом. Как жалко, что в детских спортшколах нет психологов. Очень их не хватает. Приходится родителям штудировать книги, интернет и самим работать в психологии детей. Подскажите, пожалуйста, где искать? Спасибо. Вообще, Анна, да, я хотел задать вопрос. А могут вообще вот, ну, кто может быть послушает, увидит, услышит ваш голос, ваши рассказы сейчас, как-то с вами связаться? Вы идете на кодах. Вы можете вот как-то, ну, вот, где искать? Вас или других психологов? Ну, меня в соцсетях легко найти, там, в том же самом ВКонтакте. Ну, могу просто сразу предупредить. Ко мне уже обращались там поработать с детьми в психологической подготовке. Я больше всего могу предложить, где найти психолога, подобрать психолога. Потому что, как я уже сказала, в данной ситуации меня больше интересуют разработки. А я могу помочь, если там есть группа спортсменов, и меня просят выявить у них качество и что-то с этим делать. Я могу дать, ну, посмотреть, что у них есть на сборе данных, обработать и дать рекомендации. Ну, именно по работе со спортсменами, на самом деле, я просто из-за того, что я тренером работаю, очень много так со спортсменами общаюсь. На самом деле, это, ну, тяжело. Из-за этого находишь то, где зарываешься в циферках этих и высчитываешь. Я просто могу подсказать, как связаться со спортивными психологами, которые узнают, какая у вас проблема, подберут вам для вашего города, если в вашем городе надо. Или это может быть через онлайн, можно также работу проводить. Говорю, вот в Ассоциации спортивных психологов на данный момент там около 150 хороших специалистов. Больше половины там кандидата наук, доктора наук. Все действующие спортивные психологи и грамотные специалисты. Вот здесь еще так написали, что нам, родителям, приходится самим искать литературу и так далее. Вообще, как вы думаете, родитель сам, прочитав литературу, может ли какие-то принять меры в этом направлении? Ну, в данной ситуации есть просто сложная литература, а есть для легкого чтения. Например, легкие, где даются рекомендации. Как успокоить ребенка, снизить значимость соревнований, например. Часто дети очень переживают. Переживания часто бывают не из-за того, что он боится бороться, а из-за того, что он не знает, что его ждет на соревнованиях, в каком состоянии он выйдет на ковер. Из-за этого дети переживают. Родители в панике, потому что что с детьми делать, ребенок переживает. Есть, можно там в интернете почитать. Литература такая, как рекомендация для родителей, как успокоить ребенка. Если уже специализированная литература, то без психологического образования, конечно, тяжело будет в ней разобраться, потому что там как раз много терминологии, много непонятных ситуаций. Например, она пишет, надо провести релаксацию. Родители посмотрят, скажут, что такое релаксация. Начнет искать там. И будет куча рекомендаций, как это делать. Может быть, кто-то сможет. То есть все зависит от уровня тоже и знаний тех, которые получили уже родители до этого, как-то их компетенции. Ну да, если есть психологическое или педагогическое образование, в основном родители разберются. Если у них другое образование, то тут немножко тяжело, потому что для них будут принимать данную литературу тяжеловато. На самом деле лучше, конечно, к специалисту обратиться, если есть большие проблемы. Если они небольшие, то обычно, если тренер... А, вот еще часто сейчас проводят образование тренеров именно под психологическая подготовка. Сейчас недавно вот курс был на какой-то там платформе. Я для интереса тоже его прослушала, чтобы посмотреть, на что идет образование. И как раз обучают тренеров, чтобы они понимали психологические составляющие, спортсмена. Взаимодействие с родителями тоже там происходит. И в принципе сейчас, я как поняла, настаивают на том, чтобы тренер имел хоть какое-то повышение квалификации в области психологии. Так что в данной ситуации тренер должен обладать этим, и он должен выявлять у спортсмена, какие, если у него есть проблемы на момент, ну, к старту, на тренировках должен проводить эту психологическую подготовку. Ну, Анна, ну, смотрите, мы сейчас плавно перейдем из дзюдо в самбо. В самбо, получается, у вас, ну, как бы самые, наверное, лучшие, максимальные достижения, да? Все-таки заслуженный мастер спорта, это означает, что чемпионка мира, Европы и так далее. Вы в самбо пришли после Олимпиады уже? Да, как раз Олимпиада прошла. И почему вы решили все-таки, ну, продолжить? Как раз Олимпиада была в 2008 году, и у меня был тяжелый период вот этого восстановления, эмоционального срыва. А там учеба, ну, как раз специалитет в 2009 закончила, потом в 2011 магистратуру психологии. И в спорте как-то не было желания бороться. Вот под дзюдо мы ездили на сборы, у меня не было вот этого, как раньше я получала кайф от борьбы, а тут спущенное вот это состояние, приниженное. Как раз тогда я поняла, что в тот момент после Олимпиады мне нужна была, ну, работа с психологом. Ну, как-то я думала, все-таки сама справлюсь, но на самом деле я не справилась. Мне ушло несколько лет на восстановление. И самбо оказался в тот момент, когда смена деятельности. Все-таки вроде они виды спорта похожи, но здесь другие люди, другой зал, другая форма. У меня вот эта смена виды спорта меня сподвинула на новые. Мне по-новому захотелось бороться, мне захотелось результата. И получается, я пришла в самбо, и для меня это был новый эмоциональный подъем такой. Еще где-то смена пошла. Была смена правил, и тяжело было подстроиться, и мне не успелось. А самбо появилось в моей жизни на тот момент, когда я уже думала завязывать со спортом. И как раз пришла в самбо, и поняла, что я опять хочу бороться, я хочу тренироваться, хочу новых результатов, достижений. И как раз это попало на пик подъема. Новый мой подъем был. Самбо – это аббревиатура, которая шоется, самозащита без оружия. Скажите, вот у самбо, как вы думаете, как у джидо, есть какая-то философия своя? Ну и вообще у джидо есть философия? Ну и у джидо, и у самбо есть своя философия, конечно. Но как я уже начинала вначале рассказывать про джидо, это тоже к самбо. Относится это уважение к старшим, к ближним, к сопернику. Это, наверное, самое главное, что есть. Ну и даже, не знаю, что тут. На самом деле, если почитать принципы джидо, там вот этот Дзигара Кана, основатель, там у него прям целый канон такой. Кодекс чести. Кодекс чести, да. На самом деле, в самбо все то же самое. Тем более, самбо это наш российский вид спорта, так что... Хорошо. Как мы говорим, допустим, конечно же, в первую очередь, психология, это тоже здоровье. А здоровье все, правильно? Как вы сегодня поддерживаете себя в хорошей такой здоровой, как это, здоровом теле, здоровый дух? Какие используете технологии? Психологические или спортивные? Вообще, ну мы же говорим о здоровье, об обширном таком, да? Не частном там, как у вас там рука. Здоровая ли рука? Нет, вообще о здоровье как целостном таком объекте. Ну, во-первых, так как я тренер, у меня каждый день тренировки. Я также выхожу со своими спортсменами на ковер. Я не стою в уголочке, держа в зубах свисток и давая команду. Часто приходится стоять в парах, в паре со своими ученицами. Когда нагрузка идет, иногда получается нагружать их. Приходится, в общем, постоянно в тренировочном процессе. Также всегда хожу кроссы бегать. У моих спортсменок кросс 45 минут, я вместе с ними также бегу. Там в отдых, всегда катаюсь на велосипеде. Там специальный километраж у меня есть, который я должна проехать. Всегда стараюсь быть в тренировочном процессе. Слежу за питанием своим. Наверное, сейчас больше стала следить, чем когда тренировалась. Там у меня мясо я вообще не ем. Когда спортсмен, это надо и делать. Когда со спортом закончил, понимаю, что моему организму это не надо. В общем, у меня полный здоровый образ жизни. Начиная с питания, сейчас нарушений режимов даже нет. Не то, что сейчас идет. Я считаю, что мы пример для своих учеников. И поэтому, когда мы спортсмены, нам все пофигу. Хочу хоть пошли гамбургер съели, кока-колу запили. То сейчас я полностью слежу за питанием, за тем, что мой организм попадает. Потому что на моем примере, для моих учениц, мой пример – это как с отражанием. Уборгер съели гамбургер съели гамбургер. Нет, я майор вооруженных сил, тренер спортивной команды «Патидо Самбо Эдаквадо» Центрального спортивного клуба «Армия». Сюда я согласилась приехать, потому что в честь Виктории Потаповой этот турнир, как она заслужила нас человек. И меня пригласили сюда в качестве спортсмена, который участвовал на Олимпийских играх. Поэтому я не смогла отказать. Уважаемые спортсмены, в общем, я хочу показать, что «Динамо» и «ЦСКА» – это не то, что противостояние, как всегда говорят, а мы все равно делаем общее дело и всегда взаимодействие с друг с другом. Есть такое слово «конкуренция». Как оно вам? Конкуренция – это как раз двигатель прогресса. Точно? Точно. Что психологи говорят? Вот психологи это и говорят. Хорошо. Как вам происходящее сейчас? Что вы можете сказать? Ну, может быть, вы больше девочек смотрели, может быть, юношей. Какие у вас мысли? Понятно, что, может быть, еще рано говорить о том, что кто-то может выйти на большой спортивный соревновательный уровень. Ну, вообще, как вам общая обстановка мероприятий и всего, что происходит? Много спортсменов. Все борются с желанием. Сейчас тяжело говорить, что там будет в будущем. Но обычно такие соревнования, наверное, спортсменов и сподвигают на то, чтобы идти дальше, тренироваться, бороться. Вот сюда пригласили спортсменов, которые участвовали на Олимпийских играх для молодых участников. Это как мотиватор такой будет к будущим достижениям, что вот есть к чему стремиться, что они хотят. Хорошо. В этом году уже заканчивается год. 85 лет отмечает самбо. Я думаю, что и мне было бы интересно и всем самбистам услышать от вас пожелания всем самбистам год 85-летия самбо. Ну, на самом деле, как любой самбист хочет, чтобы самбо все-таки включили в Олимпийские игры. А самбо уже признали олимпийским видом спорта. Осталось, чтобы какая-нибудь страна взяла провести Олимпиаду. Ну, ввиду то, что у нас в стране сейчас в мире происходит, на ближайшее время мы, конечно, не надеемся. Ну, надеюсь, что все равно в ближайшее время все это будет. То есть вы желаете самбо, чтобы оно все-таки... Чтобы прошли первые Олимпийские игры. Ну, будем надеяться, что при нашей жизни. Так, хорошо. А следующий год тоже знаменательный. Во-первых, Олимпийские игры в Париже. А во-вторых, 60 лет, как было включено дзюдо в Олимпийскую программу. И вот такой вот, как бы, и Олимпиада, и 60 лет Олимпийскому дзюдо. Что вы можете пожелать всем дзюдоистам? Вот тоже, чтобы наши дзюдоисты, те, кто сейчас отбираются на Олимпийские игры, все-таки были допущены без всяких взятостей. Я понимаю, что флаг им не дадут вынести на себя, одеть всю символику России. Но даже хотя бы в качестве нейтральных спортсменов они смогли выступить и реализовать себя в Олимпийских играх. Анна, спасибо вам большое. И вот в заключение, вы будете тоже наставником какой-то команды? Да, это была одна из причин, почему я согласилась сюда приехать. Это быть наставником. Команда мне сказали, дадут познакомиться с девочками, в которую я буду наставником. В общем, это одна из причин, почему я сюда приехала. Дарья Давыдова будет наставницей команды. Она дала такое название «Динамовские тигры». А вы какое название своей команде дадите? Когда познакомлюсь с командой, тогда придумаем. Пока еще не решили, да? Хорошо. Я, во-первых, благодарю вас за то, что вы согласились побеседовать со мной в прямом эфире. Напомню, что мы беседовали с Анной Харитоновой. Кто-то в прямом эфире, кто-то в записи посмотрит потом. Вот. Вам желаю всего самого наилучшего. И пусть у вас все будет хорошо. Спасибо. Спасибо.